Смотрите прямо сейчас. Надя Савченко, что дальше? Обменяют и на кого? И зачем подделали письмо от президента? Тарифная арифметика. Бедные уже просто стонут, да и богатые тоже плачут. Опять растут расценки. Чего ждать и к чему готовиться? Электричество подорожало, газ подорожал, что там еще у нас подорожало? И что могут забрать за долги? Пиливаются двери, описывается все имущество, арестовывается автомобиль. Фокусы бывших. Как окружение Януковича спасает украденные деньги? Думает на 7 миллионов франков. Платит ли Украина пенсию Азарову? Если он все-таки так хочет свою пенсию, мы рады будем его витать в Украине. И почему министр в бегах до сих пор торгует на Крещатике? Он где-то там, а деньги зарабатывает здесь, прямо в центре Киева. Главные темы в прямом эфире, прямо сейчас. Вечер добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. В эти выходные политики, кто с тревогой, кто с нетерпением, ожидали, что будет поставлена точка в затянувшейся премьер-иаде. Но все-таки почти месяц длятся переговоры и даже торги. Ну и сколько еще может продолжаться вот эта ситуация неопределенности? Когда коалиция, хоть и существует де юре, но все видят, отсутствует де факто. Когда кредит МВФ подвис. Когда правительство, по сути, временное. Ведь премьера в Раде поддерживает только его фракции. Остальные с разной степенью жесткости заявляют, мол, ему пора уходить. От этого и страна, и мы с вами невероятно устали. И вот сейчас я осужу об этом и по отрывочным комментариям в прессе, и по откровенным признаниям не на камеру самих политиков. Решение наконец-то созрело. Похоже, что страна все-таки получит нового премьера. Компромиссная фигура может быть озвучена в ближайшие дни. Возможно, даже завтра. Вопрос только в том, насколько сами фракции готовы к компромиссу. Ну а пока наши политики, каждый тянет одеяло на себя, торгует за должности. Европа, похоже, все больше разочаровывается в Украине. Ну, далеко ходить не надо. Свежий пример. Буквально несколько часов назад в Париже закончилась встреча, на которой первые лица мировой дипломатии, по сути, определяли тренды на ближайшие месяцы. И наша страна центральной темой, к сожалению, так и не стала. Все подробности узнаем у нашего европейского корреспондента Светланы Чернецкой. Свет, так насколько представительными получились эти переговоры, и к чему пришли дипломаты? Ну, если говорить об уровне, то более чем представительными. Французский министр иностранных дел принимал своих коллег из США, Германии, Великобритании и Италии, а также высокого представителя Евросоюза по иностранным делам Федерико Маггерини. То есть собрались, по сути, главные дипломаты самых влиятельных стран западного мира. Важно уточнить, переговоры эти неофициальные. Это подчеркивали во всех заявлениях. Так что того, что громкие решения озвучат публично, ждать не стоит. Но сам этот разговор крайне важен для сверки позиций. Министры выясняли, в каких вопросах у них есть разногласия и в чем стоит выступить единым фронтом. Чем эта встреча интересна нам? В Париже, конечно же, не обошли вниманием ситуацию в Украине. Что конкретно говорили, я готова буду рассказать уже совсем скоро. Да, коллега, но мы будем готовы дать вам слово. По ходу эфира вызовем на связь, чтобы узнаем, что конкретно говорили об Украине. Ну, хотя можно предположить, что еще одну тему главные дипломаты Европы и Америки своим вниманием, ну, конечно же, не обошли судьба Нади Савченко. Эту тему в последние недели обсуждали постоянно. И среди всего этого так много информационного шума. А ключевых моментов ведь три. Что решит Путин? Каковы сценарии освобождения? И когда это освобождение может произойти? Ведь держаться, Надя, все сложнее. Сказываются последствия голодовки. По порядку давайте разберемся. Первая. Позиция Москвы. Авторитетная газета «Зеркало недели». Ну, вот я даже в студию принес этот выпуск. Поделилась накануне инсайдом. Написала, что в деле Савченко прозвучало уже довольно конкретное обещание. Газета пишет, что российский президент пообещал немецкому канцлеру Ангеле Меркель освободить украинскую летчицу, как только будет оглашен приговор. Ну, вот есть такая информация. Второй вопрос. Вопрос сроков. Здесь на самом деле все тоже не так просто. Хотя формально оглашение приговора и назначено на 21-22 марта. Все может измениться. Потому что Надя не молчит. Глядя на это, ну, скажем так, судилище. Вот у меня сейчас в руках, я попрошу даже операторов показать, последнее слово, которое от руки написала Надя. Она собиралась зачитать его в зале, но судьи просто не позволили это сделать. Листик бумаги, исписанный с двух сторон. Каждый такой эпизод, каждая такая эмоциональная реакция Нади, каждая фраза, которую ей не дадут сказать, все это может повлиять на процесс. И как, на самом деле никто не знает, никто предположить не сможет. Третий вопрос. Сценарии, как освобождать Надю. Разберемся с ними буквально через несколько минут. А пока что давайте вначале посмотрим сюжет. Об атмосфере, в которой писалось вот это последнее слово. И в которой происходит суд. Это было едва ли не самым коротким заседанием в процессе по делу Савченко. Всего 20 минут. Я все, что могу сделать, это показать своим прикладом, что Россия с ее государственностью и тоталитарным режимом можно скрутить в бараничий рюк, если не бояться и быть незванной. Последнее слово, в котором на прошлом заседании Наде отказали, прозвучало так, что и переводить даже не пришлось. А теперь последнее слово вы хотели, да? Вот вам мое последнее слово. Всем доброе видно? Реакция судей была молниеносной, но снимать запретили. Что тут удаляется для вынесения судебного решения? На 21 марта. Судя! Судя, подожди! Судя, подожди! Еще не верно в Украине! Журналистов буквально выталкивают из зала суда. Маме дают несколько секунд поговорить с дочкой. Адвокаты пытаются прогнозировать, что же может быть дальше. Если без потери лица Кремль не готов оправдать Савченко, следует сейчас уже обещать Савченко ее отпуск для отбывания наказания в Украину. Отсюда адвокаты, родственники и друзья Савченко отправляются к Новочеркасскому СИЗО. Не добиваются свидания с Надей. Начальник термина. Они куда-то созваниваются, пока ничего не ответственное. Полиция повсюду, а также суровые люди с видеокамерами, одетые в гражданское. Девушки желто-синими цветами внимание привлекают почти сразу же. Это подруги Нади. Статья 8, смотрите, это законодранник. Да, очень внимательно. Чтобы найти место, где можно развернуть плакат, в ход идут старые проверенные методы. Дозволенное расстояние активисты измеряют шагами. Вот я отмерила 50 метров, старым добрым способом кроками. И могу сказать, что тут уже можно. Украинской летчице допускают только адвоката. Давайте мы вам покажем, вы вот снимете письмо. Это Фейгин скажет утром. К ней обратился Петр Порошенко. И она отказывается от сухой голодовки. Вот в лице его, президента Украины. А уже к обеду выяснится, президентское письмо подделка. Это всего лишь розыгрыш пранкера, который позвонил Фейгину и представился сотрудникам администрации президента. Это была масштабная спецоперация. Как в службе это называется обширное мероприятие. Было сделано так, чтобы Надя пропинила голодовку. Они помылились в Наде, потому что Надя пропинила за день до того, как Марк до ней пришел. Марк Фейгин. С ним начинка листом. Сам же Петр Порошенко никаких писем не писал. Во время визита в Турцию он обратился к мировым лидерам. Я сегодня впервые наголошу, что так, я как президент Украины готовый скористаться своим конституционным правом. И обменять надею, и сделать все возможное для того, чтобы ее живой и здоровой повернуть как наиболее домой. Надежду Савченко вспоминают и во время очередного раунда переговоров с столицей Беларуси. Обмен пленных всех на всех один из первых пунктов в Минских соглашениях. Но Россия отказывается обсуждать дело Савченко. Поднимала ли украинская сторона вопроса, чего это ответил Савченко? Я только могу ответить. Да. Мы еще не можем говорить о принципе обмен всех на всех. Требования освободить летчицу звучали и возле российских диппредставительств по всему миру практически всю неделю. В Украине на протесты вышли сотни людей. В Киеве в ночь на четверг на территорию посольства бросили коктейль Молотова. Во Львове с консульства сорвали и сожгли российский флаг. Матур! Господи! Звучат призывы прервать дипломатические отношения с Россией в Москве в ответ волна нападений на украинские представительства. Ситранаде со своей страницы в Фейсбуке просит остановить погромы. Они мешают переговорам по освобождению украинской летчицы. Дело Савченко многие политики давно просто используют для добавления баллов к своему рейтингу. Госдепартамент США тоже не остается в стороне. И призывает и россиян, и украинцев проявлять сдержанность и обеспечивать безопасность посольств. Савченко уже голодает более 80 дней. Она не ест, только пьет воду и литр в день специальной смеси для прооперированных. В российской тюрьме Надежда Савченко объявляет о голодовке не впервые, во время предварительного следствия. Она тоже отказывалась принимать пищу и даже попала в больницу вот этого московского следственного изолятора «Матросская тишина». Впрочем, вопрос о сухой голодовке до сих пор не закрыт. Она будет продолжена после вынесения приговора и продлится до дня возвращения в Украину. Официальный Киев просит Москву допустить к Савченко украинских врачей. Москва обещала всю неделю, но так и не пустила. Надя, у меня все хорошо, я пью воду. Она выпала слишком много, она назад ее вырвала. Но мне рассказывал начальник СИЗО, все нормально, температура нормальная, она пьет. Это все, что мы можем узнать из таких вот вузов, как начальника СИЗО, больше никто не может ценить ее стан. Надежда российских врачей к себе не подпускает в СИЗО и только в мере удавления и температуры. Сейчас украинская сторона собирается обратиться к Москве с просьбой допустить к Савченко немецких медиков. Из Ростовской области России Данил Русаков и Олег Неведомский. Подробности недели, телеканал Интер. Сценарий освобождения Нади до сих пор непонятен, а вот как именно она может оказаться на свободе, как уж механизм. И журналисты, и политики часто допускают, что самый простой путь это обменять ее на задержанных в Украине российских грушников, суд над которыми сейчас как раз и происходит. Насколько обмен Надежды Савченко на грушников в принципе возможен? И что для этого необходимо с формальной, юридической точки зрения? Вот давайте именно в этом прямо сейчас разберемся. На связи. Защита Надежды Савченко, адвокат Николай Полозов и защита российского военнослужащего Ерофеева. С нами на связи адвокат Оксана Соколовская. Ну и главный вопрос, который каждый из нас на этой неделе себе задавал. А вот может ли судьба Нади решиться в самое ближайшее время, сразу после вынесения приговора? Николай, ваша оценка. Обмен допустим только в случае, предусмотренный Женевской конвенцией. Если Россия признает Надежду Савченко военнопленной, если Украина признает каких-то российских военнослужащих, ну, например, Александра Ерофеева, тоже военнопленными, но ни Россия, ни Украина не признает тех лиц, которые преследуются в этих странах, военнопленными. Преследование осуществляется по общеуголовным статьям. Поэтому речь идет скорее о такой, скажем так, умозрительной вещи, как выдача. То есть юридически это звучит, как исполнение конвенции, взаимной конвенции о выдаче. Россия осуждает Надежду Савченко и по запросу Украины выдает ее для отбывания наказания на родине. То же самое происходит с Ерофеевым и Александровым со стороны России. Плюс есть еще ряд вариантов. Ну, например, президента России помилует Савченко, президент Украины помилует российских военнослужащих, и тогда тоже они отправляются, каждый на свою родину. Но мне кажется, что Россия будет всячески воспрепятствовать этому диалогу, поскольку, на мой взгляд, есть какие-то другие интересы и некий элемент торга. Оксана, а вы что скажете? Вы согласны с аргументами, коллеги? Я не могу подтвердить тех утверждений, которые обозначают адвокаты Савченко. Со стороны Украины и со стороны Российской Федерации должна быть соответствующая договоренность. У нас правового режима и порядка обусловленного или установленного нормами международного права или нормами украинского законодательства обмена нет. Это просто вали изъявления, скажем так, должностных лиц государств. Мне на данный момент неизвестно никакие причины или основания, или время, сроки обмена Ерофеева и Александрова. То есть к данным договоренностям еще никто не пришел. Оксана, да, понятно, спасибо. Тут другой вопрос есть. А насколько велика вероятность, что арестованных Грушников вовсе не на нашу Надю Савченко поменяют, а на Сенцова и Кольченко в формате 2 на 2? Николай, что вы думаете? Ну, я оцениваю это как маловероятное событие и объясню почему. Российская Федерация считает, что Сенцов и Кольченко являются гражданами России. По Конституции Российской Федерации Россия никому не выдает свои граждане. В то же время Надежда Савченко и ее гражданство российской властью не оспариваются. Они ее признают гражданином Украины. Все-таки у Савченко быть, что называется, обмененной шансы гораздо выше, чем у Сенцова и Кольченко. Поэтому, безусловно, жалко этих ребят. Безусловно, надо бороться за их освобождение. Но с юридической точки зрения, с ними, их ситуация, она гораздо тяжелее. Оксана, а вы видите возможность отправить вашего подзащитного и второго российского военнослужащего для отбывания наказания именно в Россию? Это может быть и репатриация, это может быть и экстрадиция, это может быть что угодно. Но, опять же, экстрадиция в данном случае, в моем понимании, как адвоката, применена быть не может. Потому что, если преступление совершается на территории определенного государства, человек отбывает наказание на территории того государства, в котором было осуществлено это правонарушение. И судят его также то государство. То есть, в данном случае, украинская сторона считает, что преступление было совершено на территории Украины, поэтому их судят в Украине, отбывать они наказание должны в Украине, если мы говорим об осуждении на основании норм КПК, а не норм международного права, Женевских конвенций, об обращении с военнопленными и так далее. Так же самое касается, то же самое касается Надежды Савченко. Хорошо, подождите, просто еще один вопрос есть. А вот если говорить о варианте с тем, что Надя будет, может отбывать наказание здесь, в Украине, если ее выдадут для того, чтобы она отбывала наказание в Украине. Николай, ну я просто не верю, что возможен вариант, когда она пересечет границу, и ей придется находиться в тюрьме, хоть день, хоть час, хоть минуту. В этом отдает себе отчет, и вот вы, уважаемые адвокаты, и в самой России. Я больше чем уверен, что в случае освобождения Надежды, в случае передачи в Украине, и российская власть это безусловно понимает, она ни секунды не будет находиться в заключении. Ее поднимут на руки и пронесут по всему Киеву, показывая, вот он наш герой, он освобожден. И здесь нет ничего зазорного. Да, Украина может пойти на какую-то уловку, пообещать, что да, мы, Россия пообещать, что да, мы ее будем держать под стражей и так далее. Да, Украина может пойти на нарушение каких-то международных соглашений. Но позвольте, а что, Россия не нарушила Будапештский меморандум? Что, Россия как гарант территориальной целостности, один из гарантов по Будапештскому меморандуму не произвела аннексию Крыма, не развязала кровавую бойню на Донбассе? А почему Украина должна изображать, что она, значит, придерживается вот таких норм? Я считаю, что надо своих вытаскивать любым способом. Если удастся вытащить хотя бы даже одного человека, одну надежду, это будет, безусловно, огромный прорыв. Поэтому, я считаю, нет никаких препятствий для того, чтобы немедленно освободить надежду, как только она переступит границу. Ну, то, что никаких препятствий не будет, и на это нам тут, в Киеве, очень хочется надеяться. Но, к сожалению, в деле Савченко препятствия появляются постоянно. Спасибо, что присоединились к нам. Будем ставить на этом точку. Ну, и другой адвокат, Надя Савченко, Илья Новиков. Вот сейчас как раз в Вашингтоне он пытается привлечь внимание к этому делу, внимание самых авторитетных американских политиков. Первые лица Америки и без того делали громкие заявления. Но, вот, похоже, сейчас, находясь в Вашингтоне, защита будет просить добить еще больше. Все подробности узнаем у нашего корреспондента Тихона Дзятко. Тихон. Да, коллега, вечер добрый. Ну, вот, громких заявлений хватает. Мы их слышали, мы за ними наблюдали. А реальные последствия возможны и какие? Да, уровень заявлений уже говорит о том, что последствия могут быть самыми серьезными. Здесь, в Америке, обсуждают и возможные новые санкции против России. Создание так называемого списка Савченко, в котором будут указаны все, кто имеет отношение к преследованию надежды. Дело в том, что на Западе, если уж доходят до публичного вмешательства первых лиц, судебные дела других стран, ситуацию потом стараются не отпускать. Наблюдатели отмечают, что это уже похоже на времена Холодной войны, когда политики из США и стран Западной Европы выступали в защиту советских диссидентов. Поэтому давайте вспомним высказывания в Америке только за эту неделю. Вице-президент Джо Байден и госсекретарь Джон Керри высказались в предельно жестких формулировках. Они назвали все обвинения в адрес Савченко сфабрикованными. Ее заключение в российском СИЗО похищением. Вслед за официальными лицами выступили и все кандидаты в президенты. Напомню, в Америке в разгаре президентская гонка. Демократы Хилари Клинтон и Берни Сандерс, республиканцы Джон Кейсик и Тед Круз. Одно из самых жестких заявлений, пожалуй, как раз у Хилари Клинтон. Надя была задержана пророссийскими боевиками на востоке Украины в июне 2014 года и незаконно перевезена в Россию. С тех пор ее удерживают под стражей, предъявив сфабрикованные обвинения. Россия должна снять с нее все обвинения и немедленно освободить. Промолчал разве что Дональд Трамп, эпатажный миллиардер, который в своей предвыборной кампании, кстати, не раз говорил, что в случае, если он станет президентом, на Россию, как при Обаме, давить не будет. Впрочем, политики, особенно Трамп, часто меняют свою риторику в зависимости от обстоятельств. Так что и он в ближайшие недели весьма вероятно может изменить свою позицию. Тихон, у меня вопрос есть. Но вот в украинской, в российской прессе за эту неделю было много публикаций, что якобы российская сторона в обмен на освобождение Савченко может потребовать уступки от Запада. А в вашей прессе что пишут, какие заявления делают западные политики? Вот этот вариант, насколько он возможен, вариант уступок, вариант торговли? Нет, интересно, что и здесь в Америке, и в Европе говорят об освобождении Савченко как раз без каких-либо дополнительных условий. Официальные лица обычно привязывают этот вопрос к выполнению минских соглашений, указывая на то, что согласно документу должен быть произведен обмен по формуле «все на всех», и под это подпадают в том числе и те, кто удерживаются в российских тюрьмах. Но есть и те, кто призывает освободить Савченко, исходя из гуманитарных соображений из-за того, что состояние здоровья стремительно ухудшается. Об этом, например, говорила глава европейской дипломатии Федерико Маггерини. Она отметила, что внимательно следит за делом Савченко, знает это дело, знает, что состояние здоровья надежда ухудшается, и поэтому опасается ужасных последствий. В подобном же ключе на этой неделе говорили и другие чиновники из других европейских стран. Например, с заявлениями выступили британские и французские министерства иностранных дел. Они также призвали немедленно освободить Савченко. Ну а комитет министров Совета Европы выразил обеспокоенность состоянием здоровья пленницы и вновь призвал Москву выполнять свои обязательства. Так что поддержка на политическом уровне по всему миру. Другой вопрос, на какие шаги пойдет международное сообщество, если в Москве не отреагируют на все эти громкие заявления. Очевидно, что это станет понятно уже через несколько дней после вынесения приговора. Спасибо, коллега. Ну вот так ситуация выглядит из Вашингтона, где, судя по картинке, уже настоящая весна. А вот когда весна наступит для Нади Савченко, давайте помнить, что когда это случится, когда она будет освобождена, то ей придется возвращаться вот в этот самый сессионный зал. Тот, где сейчас не могут найти самые простые решения, где ругаются друг с другом по любому поводу. Но главная проблема даже не вот в этих бесконечных конфликтах, а в том, что политики, что в одном здании на Грушевского, что в другом через дорогу в правительственном, замерли в нерешительности. Они должны сделать выбор, кому же возглавить Кабмин, варианты понятные, или Яценюка оставлять, что маловероятно, или менять вот только на кого, на Ереска, на Гройсмана. Времени, чтобы определиться, у политиков все меньше. На Западе эту нерешительность воспринимают все хуже. И если конкретики не будет уже в ближайшие дни, то, похоже, выбор придется делать избирателям на участках для голосования. А вот перед каким выбором сейчас парламентарии, Катя Лысенко разбиралась, наш парламентский корреспондент. Яценюк, Яреско или Гройсман. Кого же усадит в главное кресло правительства? Определенности нет, но любая из этих трех фамилий однозначно так много меняет. И кадровый расклад, и то, какими дальше будут реформы, и будут ли вообще. Есть вероятность, что, несмотря на двойку от парламента и прямое требование президента, мол, пора в отставку, Арсений Яценюк по-прежнему на какое-то время удержится в кресле. Это значит, кадровых перестановок ожидать не стоит. Пережившие все камикадзе опять выживут, снова останутся. Новые лица, разве что там, где были вакансии, министр того, министр всего, пустующие кресла, ответственных за экономику и экологию, кем-то заполнят. Но глобально это вряд ли что-то изменит. Максимум появится первый вице-премьер. Много разговоров, что это будет Виталий Ковальчук. Толчок переменам может дать разве что заявление по собственному. Но премьер хоть не раз и говорил, мол, увольняйте, но сам проситься в отставку по-прежнему не рискует. Калеблется премьер, колеблется и его фракция. Арсений Петрович и фракция Народный фронт неодноразово заявляли, что хотят почути конкретно прозвища нового премьера, которого пропонуют, нового склада уряду, побачить наявность голосов в парламенте. Но если разговоры о смене премьера так и будут разговорами, то о каких реформах можно говорить? Ведь с голосованием за то, что предлагает правительство в ради уже полгода как проблемы. Если каким-то удивлен Яценюк залишится премьер-министром, то я понимаю, что коалиции в парламенте не будет, не будет действительной поддержки всех, возможно, даже и каких-то благих намерев этого уряда. Поэтому устал ждать, когда глава правительства сам поставит автограф под тем самым заявлением. Те, кто теперь покинул коалицию, и самопомощь, и радикалы, и та же Батьковщина намерены поставить вопрос ребром. Я считаю, что это будет голосование честя, это будет голосование защиту Украины, это будет голосование, которое покажет, если парламент есть такой, что поддерживает людей в Украине, или он будет украинским, или он дальше готовится в этих коррупционных оборудках и нищете життя людей. Если не Юценюк, то кто. Ведь нажав кнопки за увольнение, депутаты настроены сразу же проголосовать за назначение нового премьера, которым вполне могут стать либо Ереська, либо Гройсман. Если эту должность займет Наталья Ереська, стоит ждать перемен. Ведь она против код, настроена избавиться от политики и создать правительство технократов. Как пример, кресло министра энергетики вместо Владимира Демчишина могла бы занять выпускница Гарварда Юлия Ковалев. Говорят, в своей команде Ереська хотела бы видеть и Бориса Ложкина, и Дмитрия Шенкева, первых лиц администрации президента. А вот делить полномочия с Виталием Ковальчуком, нынешний главный финансист страны, не хотела бы. Чего ожидать от премьерства Ереська? Ее однозначно воспримет Запад. Отличный имидж в глазах того же американского Госдепа, а еще Международного валютного фонда и других крупнейших финансовых структур, от которых, что скрывать, мы очень зависимы. Она однозначно не будет очолювать будь-якие коррупционные схемы, диребан, там, кошти от государственных предприятий, от митницы, от податковых. Но в тот же час, по ее деятельности в 2015 году, мы видим, что она достаточно мало времени определяла внутренние политики, внутренние податковые, внутренние бюджетные политики. И достаточно много времени работала на реструктуризацию бюджетов, и, власне, на задовольствие потреб, как кредиторов Украины, державших украинских суверенных бюджетов, так и на współпрацию с Международным валютным фондом. Но многих депутатов, это же дружба с МВФ, и пугает. Мол, возглавив правительство, Ереська будет до последней запятой следовать требованиям фонда. Ереська может не набрать 226 голосов поддержки депутатов. И, второе, все же таки, такие досвиденные американские политики смотрятся на то, что они, в целом, принизят Украину, когда, скажем, людина, которая раньше считалась, и сейчас считается, креатурой Соединенных Штатов, очолит уряд Украины. Голоса под Ереськой ищут, но пока ни одна фракция еще открыто не заявила, поддержит или не поддержит. Поэтому называют и третью фамилию Гройсман. Если кресло премьера достанется нынешнему спикеру парламента, то кто будет в его команде и насколько перетрясут состав Кабмина, вопрос открыт. Сам он об этом ни разу не высказывался. Гройсман не скрывает, он человек команды президента. Но если при работе в парламенте это для него скорее плюс, то в Кабмине это может сработать в минус. Ведь недовольство людей жесткими решениями правительства неизбежно будет в зеркале типа президента. С другой стороны, с Радой-то он уж точно сработается. Гройсман имеет нормальную коммуникацию и со всеми фракциями парламента. То есть в любом случае новый премьер будет политическим призначенством, и он должен будет договориться, чтобы провести свою программу через парламент. Гройсману это также удастся. Ну и в любом случае, если Гройсман пьет на премьер, извиняется посадка спикера, и это простой процесс формирования новой коалиции. Имя, как миссий голова, который работал и показал результаты работы, он может, можно от него сподеваться, что будут какие-то соответствующие результаты. Так все же, я ценю Киарейска или Гройсман. Итог этой дискуссии, которая вот уже месяц длится, похоже, подведут уже в ближайшие дни. Екатерина Лысенко, Иван Нашкин, Иван Ермаков, Сергей Киримик. Подробности недели. Телеканал Интер. Президент своего слова пока не сказал, хотя многие ждали, что это будет чуть ли не сегодня. Впрочем, Петр Порошенко высказался и очень определенно по другому вопросу он вернул в парламент закон о системе электронных деклараций со своими правками и очень существенными. Эти правки поддержал Евросоюз с первыми лицами которого главе государства и общаться. В Брюссель он должен был лететь уже в середине этой недели. Ну и понятно, что Петру Порошенко нужны веские аргументы для того, чтобы отстоять безвизовый режим для Украины. Поэтому он потребовал от парламента рассмотреть документ безотлагательно уже во вторник. Что есть главной и складовой части изменений, которые предлагаются? Первое, это все высокоподседовцы обязаны будут подать электронные декларации в этом году. Как мы договорились про это с Евросоюзом и с Международным валютным фондом. До речи, хочу наголосить, что это и частина нашей сообщества с Международным валютным фондом. Мы имеем все шансы, чтобы этого лета украинцы выехали в Европу без виза. И давайте вернемся к тому, что происходит здесь и сейчас, в парижской встрече главных дипломатов Европы и Соединенных Штатов. Их консультации прошли сегодня в Париже. Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Великобритании, госсекретарь США Джон Керри, представители ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Федерико Магирини. Понятно, что они много говорили о Сирии, а вот что сказали об Украине. Давайте узнаем об этом у нашего европейского корреспондента Светланы Чернецкой. Вот у нас сейчас в Лондоне следила весь день за этими дебатами. Коллега, мы слушаем вас. Встреча была недолгая, а значит разногласий у топ-дипломатов Европы и США немного. Тема беседы руководителей внешнеполитических ведомств Франции, Германии, Великобритании, Италии, США и главы европейской дипломатии Федерико Магирини самые горячие точки мира. Украина в том числе. На итоговой пресс-конференции ситуацию на Донбассе прокомментировал министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро. Он признал, что минские договоренности не действуют. Огонь не прекращается и в целом обстановка напряженная. На правах принимающей стороны от имени коллег он призвал Украину и Россию делать все возможное для возобновления стабильности в регионе. От Украины Европа ждет закона о выборах на оккупированных территориях, а от России надавить на сепаратистов для эффективного прекращения огня. Высказался по донбасскому вопросу и госсекретарь США Джон Кэрри. Он предложил России на выбор два варианта развития событий. Первый продолжение санкций против Москвы и дальнейшее разрушение ее экономики. Ну и второй вариант выполнение в полном объеме минских договоренностей. Уже все меньше осторожных заявлений и полунамеков в словах дипломатов. И все четче читается усталость от украинского вопроса или скорее от отсутствия какого-либо прогресса. Если взять в контексте встречи глав ведомств, то Украина далеко не на первых позициях повестки дня. Сейчас приоритетный вопрос война в Сирии. Там первые за пять лет боев в подвижке. Последние две недели действует режим прекращения огня и завтра в Женеве продолжатся переговоры под эгидой ООН между сирийским правительством и оппозицией. Ввиду непрекращающегося потока беженцев из этой страны сирийский вопрос сейчас намного важнее. И очевидно, чтобы топ-дипломаты говорили об Украине более предметно, нужны реальные поводы от внедрения реформ и до выхода из политического кризиса. Студия? Да, коллега, понятно. Спасибо за эту информацию. Ну и вот еще новость с пометкой срочно о том, что происходит здесь и сейчас в те минуты, когда идет эфир. Новая трагедия в Турции. Буквально два часа назад в центре Анкары прогремел мощный взрыв, был заминирован автомобиль. Ну и вот на эту минуту сообщают о 27 погибших и 75 раненых. Произошло все в людном месте возле автобусной остановки рядом со сквером Гювен-парк. Это практически самый центр. Полностью сгорел автобус, а также несколько машин. На месте работают пожарные, скорые увозят пострадавших. Полиция уже заявила. Это был теракт. Если в ходе эфира еще узнаем новость, то обязательно вам сообщим. Насколько я понимаю, сообщения с пометкой срочно приходят каждую минуту. Далее. Весна подорожания. Ну, с 1 марта вы заметили, наверное, выросли тарифы на электроэнергию почти на четверть, а уже с апреля повысят и газовые тарифы. В правительстве говорят, мол, это требования Международного Валютного Фонда, иначе кредиты не дадут, хотя в этом тоже есть сомнения, насколько справедлива эта риторика. Ну, а мы же задались все-таки другим вопросом. А сколько среднестатистическая украинская семья платила в прошлом году и сколько платит сейчас? Выяснили, за год коммунальные услуги, включая свет, газ, отопление, выросли почти вдвое. Ну, субсидии получили, получили более 5 миллионов семей, но это ведь тоже не решение. Почтовый ящик это, конечно, не ящик Пандоры, но всякий раз открывая его и доставая оттуда новую платежку, понимаешь, вот оно, очередное коммунальное бедствие. В этом месяце дорожает свет в следующем газ. Бедные уже просто стонут, да и богатые тоже плачут. На сцене он поет о большой любви, в жизни жалуются на большие тарифы. Платить по счетам даже звездам стало накладно. Вся краина экономит, значит, земля тоже экономит. В его театре теперь свет зря не жгут. Лампочка, как вы видите, идешь по коридору, включается, выключается, зайвы не горят. И электричество, и тепло, все в режиме жесткой экономии. Мы регулируем опаление в театре, в театре песни, для того, что мы выезжаем на гастроли, никого не мая, наша Ольга Тимофеевна статс-секретарь, она не замерзла, она горячая женщина, и тому мы выключаем полностью, перекрываем опаление. Это экономит ревно в два, в три раза вытраты тепла. В тесной комнатушке Сабеса толпятся те, чьи пояса затянуты тоже некуда. Электричество подорожало, газ, я уже радио сняла, чтоб дешевле было. На этих старых компьютерах прописывают новые суммы для платежек, вот так рассчитывают субсидию. Получить такую коммунальную индульгенцию, значит, сохранить часть семейного бюджета. Так думал и Александр Михайлович, оформляя ее. С первого марта ему, как и всем украинцам, придется платить за электричество на 25% больше, а значит, и экономить. Если помыться, я должен, я должен мыться холодной водой, для того, чтобы сэкономить на газе. Значит, я газ выключаю. Стол в его гостиной завален платежками. Пенсионер пытается сосчитать в столбик и понять, почему в его квитанциях полная неразбериха. В один месяц вам одно, а в другой месяц уже оно отличается. Арифметика у Александра Михайловича простая. В своей трешке прописан один, пенсия 2,300, плюс субсидия и все равно экономия в минусе. Пенсию я должен половину, больше половины потратить. Коммунальные неудобства ощущаются не только в городе, но и в селе. Частный дом с газовым котлом теперь проще заколотить, чем обогреть. Учитывая уровень зарплаты населения, учитывая себестоимость газа, отопления и коммунальных на сегодняшний день, люди прекрасно понимают, что они не потянут эти дома. Это он почувствовал на своем опыте. Вроде и деньги есть, но цифры в платежках даже его шокируют. В месяц раньше по платежке у меня выходило 300 гривен отопления зимой. Это при холодных зимах. На сегодняшний день сумма составляет ежемесячно. при нашей нынешней аномально теплой зиме 2,5 порядка 3000 гривен. Это при том, что я экономлю. Нынешние тарифы удивляют и бывшего министра ЖКХ. Алексей Кочеренко считает, коммунальными пирамидами самое время заняться антикоррупционному бюро. В ныне действующей системе тарифообразования есть серьезнейшие изъяны, в том числе и коррупционные. Она продолжает оставаться абсолютно непрозрачной и возможной для коррупционного сговора. Днепропетровск как зеркало того, что украинцам платить за коммуналку уже не по карману. Многие горожане в долговой яме. С тем, у кого долг перевалил за 14 тысяч, теперь разговор только через суд. На сегодняшний день у нас арестовано свыше 36 квартир. Спиливаются двери с позиции силы, заходятся в квартиру, описываются все имущество, арестовываются автомобили, если он есть. И мы переходим из субтропики в утропики. На государство надейся, а сам не плашая, это его правило. В платежках Анатолия Пытья в строке отопления пусто. Вот это ноль. Вот это ноябрь, там и пошло по нулям. Его дом утепленный по принципу термоса и чудо-теплица, разорение для коммунальщиков и экономия для хозяина. Теплица, будинок не выпускает холод и не выпускает тепло. Придумав в 95-ом году я запатентовал в Немеччине, получил европатент, потому что у нас не захотели патентовать и не захотели говорить даже со мной. За 750 квадратов бережливый Анатолий Васильевич даже в самый морозный месяц платит всего 600 гривен за газ. Котел включает редко и ненадолго. Благодаря многослойным стенам внутри сохраняется тепло. Урожай килограммовых лимонов, папайи, ананасов, бананов лучшее доказательство. Экономная технология работает. Так что новые тарифы Анатолия Васильевича особо не пугают. Он сам для коммунальщиков тот еще фрукт. В апреле украинцы получат очередные письма счастья. Точнее несчастье. Двойной удар с повышенными тарифами и на свет и на газ. А управление соцзащиты накроет еще одна волна тех, кому без субсидий не выжить. Елена Механик, Наталья Неделько, Владимир Самченко, Александр Данилов. Подробности недели телеканал Интер. Бывшие по-прежнему борются за свои деньги всеми правдами и неправдами. Тот же бывший премьер-министр Николай Азаров. На этой неделе опять у всех на устах и повод простой. Апелляционный суд Киева снял арест с его пенсионного счета. Но только представьте, человек на Рублевке живет и за пенсию борется. Одна лишь только эта новость показывает общую тенденцию. Те, кто при Януковиче считал себя хозяевами жизни, по-прежнему намерены бороться за каждую копейку. И пенсии Азарова мелочь. Пытаются спасти миллионы, а для этого судятся, разводятся, Елена Зорина как раз об этом. Они мечтают вернуться на родину. Хочу вернуться в политику. Упражняются в эпистолярном жанре. Премьер бывший даже предлагает спор премьеру нынешнему. Но сидя в России или Крыму, они не забывают о своих финансах, домах, деньгах и даже пенсиях. А мы тело дубово працюем, а разумеет, точнее. Замороженные активы, арестованные счета. Евросоюз продел санкции в отношении 16-ти чиновников времен Януковича. Но все они не теряют надежды вернуть то, что, так сказать, нажито непосильным трудом. Придумывают изощренные схемы, нанимают адвокатов, причем самых дорогих. И чем запутаннее комбинация, тем успешнее игра. Вот, к примеру, в истории с братьями Клюевыми. Этой схеме мог бы позавидовать даже великий комбинатор Бендер. Зарабатывать над солнцем и воздухом не каждый сможет. В ней через государственные банки вывалы минимум 800 миллионов евро. Клюевы в Украине обещали производить солнечную энергию. За государственные деньги строили частную бизнес-империю. Эта энергетика сегодня уже принадлежит китайским корпорациям. То есть, по сути дела, они вышли уже из этих обязательств. Государственные деньги просто перекачивали в офшоры. На Кипр на этой неделе компания Клюевых стала банкротом. А это фактически означает, никто платить по долгам не будет. Государственные деньги, что называется, растворились в воздухе. В этой схеме задеяние державные банки, в этой схеме задеяние суды, потому что банкротство отбывается через суд. В этой схеме задеяние разные компании. Чего не сделаешь для спасения миллионов. Новая хитрость от братьев Клюевых разрушение брака для сохранения имущества. О разводе заявил бывший нардеп Сергей Клюев. Ирине Клюеве переписывается дом, земельные отделки. Маючи это решение суду, Ирина Клюева может сказать, что это майно, вы не можете его забрать. Кошелек семьи 30-летний Сергей Курченко сбежал из Украины тоже не бедствует. Дело на миллиард считав Швейцарии, Канаде и Латвии. Это те страны, где хранил свои сбережения молодой олигарх Курченко. Только в латвийских банках финансист семьи спрятал, вдумайтесь, 80 миллионов долларов и еще несколько сотен тысяч евро. Бывший владелец заводов и пароходов занимается бизнесом уже в России. До недавнего времени был крупнейшим поставщиком бензина в Крым. В Латвии, которую иногда называют прачечной Европы и через банки, которые нередко отмывают средства, миллионы Курченко уже арестовали. Следствие идет два года. На этой стадии расследования у нас нет официальных подозреваемых, но следствие продолжается. Каждый день проводятся новые следственные действия. Все материалы дела занимают около 30 томов. Это он еще два года назад находил за границей счета и Курченко, и старшего сына Януковича. В Швейцарской конфедерации рахунок только один, вдумайтесь, миллионы франков. Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко говорит, поймать за руку и забрать украденное убеглицов непросто. Есть субрахунки, есть рахунки, которые в офшорных компаниях перехованы, на споредненных компаниях, на паралетнерских, на контрактах. Оценка выкраденных и вымытых только за 13 и початок 14-го года из Украины расширится 5 миллиардов долларов. Все дело в защитниках, поясняет Дмитрий Тупченко, юрист, который знает все о лазейках в законах за границей. Украина шкодует границей на представительство своих интересов в Евросоюзе, в американских судах, а, соответственно, колишние высокопосадовцы наймают найбільш высококлассных высокооплачиваемых адвокатов, которые занимаются тем, что в пух и прах просто разносят те обвинувачения, которые были высунуты. Пассаж самое престижное дорогое место в Киеве. Здесь даже воздух пахнет деньгами фашинебельные бутики, дорогие рестораны. Именно это место облюбовал бывший министр энергетики Ставицкий. Здесь занимал целый этаж. Шикарные автомобили спрятаны в гаражах до лучших времен, а вот жилье до сих пор усердно охраняют от посторонних глаз. Ставицкий теперь уже не Ставицкий, а Розенберг гражданин Израиля. Поэтому и санкции для него ни санкции, может спокойно передвигаться по миру. У коллекционера дорогих часов, бриллиантов и золотых слитков в Киевском пассаже было три квартиры. Одна из них официально оформлена на жену. Жилье арестовано. Пожалуйста, я вас очень прошу, придет хозяйка, хозяин здоровый. А кто-то наведывается сюда? Никто не приходит. И целый этаж пустой? Целый этаж пустой. Вы измените мне, пожалуйста. Он где-то там, а деньги зарабатывает здесь, прямо в центре Киева. Это бывший министр экологии Злачевский. Поговаривает, умудряется обувать даже нынешних парламентариев. Магазин элитной мужской обуви с яркой рекламой на каждом углу и неприметным входом. Открыт почти полтора года назад. Что продают, идем выяснять вместе с респектабельным мужчиной. Чтобы не вызывать подозрений, одеваемся с иголочки. Ремни, туфли, пара минимум за тысячу долларов. Ну, это важно, что общественность озабочена ситуацией с животными. Несмотря на сходство название магазина с фамилией владельца, продавцы говорят, все сделано в Европе. А эти вообще на меня все. Это четко. Ну, что там бизнес, счета и элитные дома? Есть и те, кто пенсию себе выбивает в судах. Мол, это все, что у них есть. Не нужно скрыть, нужно брать лопату и годовать свою семью. Человек, семья которого владеет недвижимостью в Австрии, новосел на московской Рублевке. Николай Азаров решил, украинская пенсия ему не помешает. Киевский апелляционный суд ему в этом помог, разблокировал пенсионный счет. И, несмотря на это решение суду, и в дальнейшем никаких пенсийных выплат, нарахование пенсии, ни Азаров, ни Янукович, ни Пшонко, ни другим чиновникам режима Януковича не будет. Но, оказывается, сбежавшие в ВИП-пенсионеры запреты могут обойти. Выйти сухой из воды попыталась Раиса Богатырева, бывший министр здравоохранения. Она вернула Украине миллионы прокрученные на схемах с закупками лекарств. Это ее вывело из-под европейских санкций, но не спасло от международного розыска. Сериал бывшие спасают миллионы продолжается. Елена Зурина, Светлана Чернецкая, Марьяна Бурякова, Юрий Романюк и Владимир Дедов. Подробности недели телеканал Интер. Ну, вот такие события происходят. Обсудим это все с Дмитрием Добродомовым, секретарем комитета Верховной Ради по предотвращению коррупции. Дмитрий, вечер добрый. Дякую, что пришли. Ну, смотрите, мы с вами колись эту тему тут в эфире просто начинали, когда вы написали депутатские звернення, когда выясировали, что Азарову пенсию таки нараховывают, платят разные версии. Не лише Азарову требовало. Не лише Азарову. И снова мы возвращаемся на круги своя. Ну, что же это происходит? А в том-то речь, что мовчать и не договорить про то, что лишь после того, как было написано депутатское звернение, после того, как стало публично завдяки вашему каналу эта информация лишь тогда, в Рудне, наклали арешт на рахунки. Мова йшла про 7 высокопосадовцев. Это и Янукович, и Азаров, и Пшонка, и Богатарьова, которым было нараховано за весь этот период, начито от лютого 2014 года по трагичных подій на Майдане приблизно 3,5 млн грн. 3,5 млн грн? 7, загалом так, звичайно, потому что пенсия Януковича складает почти 17 тысяч, Азарова еще больше, больше, чем 17, 17,200. И если это все перемножить на все эти 21 месяц, которые были нарахованы, то таким чином они нарахованы, так, они действительно не забирали эти деньги. И Азарова сейчас проходит по криминальной справе, где фигурует 583 тысячи грн, ему нарахованы неправильно еще с 2008 года. Это очень интересный нюанс, там проводится криминальная справа. И Печерский суд тогда действительно наклав фараж, а теперь апелляционный суд сняв. Почему сняв? Потому что Генеральная прокуратура не может предъявить доказы и изминувачения, на какой подставе не выплачивать пенсию этим людям, если им даже на сегодняшний день не оголошена подозра. Ну, то есть, подставой для того, чтобы не выплачивать, могут быть конкретные доказы, что человек скурил злочин. Это самое стосово и санкций, которые в Евросоюзе снимали, в том числе и из Азарова, его сына, в том числе из других одежных фигур, власне, за то, что наши следственные органы не могут представить Европе конкретные доказы коррупционной вины этих людей. И как раз в березне закончится срок действия уже второй хвилы санкций, потому что первая была отменена Евросоюзом за отсутностью доказов, и тогда Евросоюз пошел нам на встречу, он сделал политическое решение, потому что не было ни криминальных справ, ни оголошенных подозр, сподеваясь на расследование этих справ. И сегодня он может и третью хвилю в принципе объявить этих санкций, но он вступает в очень серьезный конфликт с судовыми органами Евросоюзу, а там верховенство права, право особистої властности и презумпция невинности на очень высоком уровне. И если не представляют, а я маю великое суммение, что не представляют доказов, то эти санкции будут сняться, и это будет достаточно удар по тому, что за два года не спромоглась страна, а не повернуть коррупционных костей, и чиновники режима Януковича. Больше того, частину этих костей, арештованных в криминальных справах, повернуты и Ставицкому, по которому я узнаваюсь в вашем сюжете, и Пресежнюку, и другим модиозным особам. Это есть на следующий главный вопрос. А почему? Не могут або не хотят? Какая причина тут? Причина в повернении костей, там однозначно коррупция, тем бы мали заниматься соответствующие органы, а передусім это стосуется суддей Печерского суду, то самого суддей Петпалого, который за своим решением вернул например, сестре Пресежнюка 2 миллиона долларов готівкой загалом, а что до Ставицкого, то там его маме повернулися и будинки вартостю в 1 миллион, и офисные помещения в центре города, которые сразу вводились, переписывались на кипарской компании, продавались и все. Теперь они уже не фигуруют. А нещодавно, буквально пів месяца конфискованных автомобилей. Вся краяна побачила золотые зливки, дорогие годинники, діаманти, 5 миллионов долларов в готівку. Если так пиде дальше, так, понимаете, и эти деньги каким-то родителям повернутся. И это незважающе на то, что никакого подтверждения некорупционности походжения этих денег или легального походжения этих денег майна рухого и нерухого нет. То есть, что это делалось не просто так и судьями, в этом тоже в мене особисто нет нижних судов. Ну, жаден судья неохвалил бы такого решения, не маючи там какой-то зацікавленности. Так, это судья, про который я знал, Печеринский суд отзначился еще тем, что именно он тогда снимал арест с рахунков Арбузова, например, где было почти 400 миллионов, и только благодаря пильности окремых депутатов и тиску социального тиска удалось тогда уникнуть снятия грошей из этих рахунков и нижней ответственности. То есть, была открыта криминальная справа ГПУ за моим свернением, но результатов расследования я особо не знаю до сих. Тут у меня просто питание, сколько таких судей по Украине лишилось от старой системы, которые так же ухваливают нужные решения. Реформа судовая, на моем глубоком не может обмажиться тем, что на сегодняшний день предлагает президент. Она слишком лагерна, и она может так же завершиться с чем-то реформой прокуратуры. Всех судей нужно звонить, провести переатестацию, сделать новый антикорупционный суд на прозором конкурсе. Тогда можно верить в то, что мы саму судовую реформу начнем и заменим этих судей. Это парадокс. Вы знаете про то, что за два года не было призначено никакого судя. В Украине никакого судя не было призначено. Больше того, сотни судей, которые не предназначены, они остаются на работе, они не проводят судовых заседаний, не выносят вирусы, но они отримуют и маленькую зарплату. А, чекаючи... Тобто, гроши капают? Безперечно, они есть на рабочем месте, просто они не имеют права судить именем Украины, за как их мали бы перепризначити, мали бы происходить переатестация и далее. дальше все по процедуре. И сейчас судовая реформа застерегла. 300 голосов в парламенте даже за тот вариант изменения Конституции, который предлагается президентом, навряд ли собираются. И мы реально застерегли в очень важном моменте. На сегодняшний день все собеседки, я надеюсь, что они будут национально-антикорупционное бюро может просто разбиваться об корупционные суды, которые стали смелыми, побачивши, что они не получили никакой реакции адекватной к их освободению или криминального переследования и конкретных посадок в тюрьм за все, что они сделали. Когда говорите, что в парламенте это застерегло, в парламенте много что застерегло, и именно потому, что уже месяц не может домовиться, посади делят. Вы мне скажите, мы про коррупцию домовились как раз из політики начинав и буду еще про это говорить. А ваша думка, что до того, что происходит, почему так не решится, почему не может выяснить и сколько еще депутатов так же, как вы, просто одноосемно выйдут из этой коалиции, потому что ничего не изменится. А питание в том, что політикум, или еще политичные люди, которые сейчас представляют, політикум забыли про то, что у нас парламентская президентская республика. Я не очень понимаю, почему мы идут под килом недомовленности, например, на банковский, а не среди лидеров фракции, чтобы думать, каким образом выходить из этой кризовой ситуации, когда в заручниках не только парламент из Украины держит одна единая человек. Ей звать Арсений Яценюк с нулявым уровнем поддержки. Я могу сказать одно, что наша маленькая или горда группа в парламенте народный контроль для себя приняли решение, что если в вторую начнется заседание парламенту, в порядке не будет трех ключевых вопросов. Первое, это безумовная отставка премьер-министра Яценюка, второе, это отставка Шойкина, третье, это повернение до стандартов европейских электронных деклараций. Если эти три вопроса не будет, я вообще не считаю необходим даже заходить в зал заседания, чтобы не освящить и не брать участие в том политическом шоуке, хочу снова связать всей стране. Это, для меня, я считаю, просто непрепустимым. Так же, я приглашаю коллег из самопоминщики и коллег из Батьковщины и других демократических партий, те, которые, наконец, понимая, с кем они имеют право, вошли из коалиции и принципово требуют нового премьер-министра с открытыми правилами, ровно отдаленно от всех политических сил. Я надеюсь, я вам подякую за разговор. Подякую, что пришли в студию. Зрителям как раз предложу вспомнить, что говорили на этой неделе, что говорили в конце недели политики из самых разных политических сил по поводу того, что происходит вокруг премьера. Мы наберем определенное меню и мы это меню будем предъявлять тому, кто будет балотироваться на наступную посаду премьер-министра и так же на посаду министра. Если наши требования не будут задействованы, мы не сможем поддерживать никогою. я считаю, что нынешнее правительство полностью провалилось и чем раньше оно уйдет, тем лучше. Но в соответствии с Конституцией Кабмин это производная от коалиции. Если коалиция несостоятельна, нигде способна и не насчитывает 226 голосов даже за принципиальное решение отставки Кабинета министров, тогда должно произойти следующее конституционное действие. Перевыборы Рады, новая коалиция и новое правительство. Иначе это бег по кругу и продолжение коллективной без ответственности. Никакой из этих названий не обговорился ни на фракциях, ни даже в приватных разговорах среди членов фракции. То есть никакой прикладной разговоры этого не было. Мы будем возникать по мере того, как мы увидим не только кандидатуру премьер-министра, а и весь склад уряда, потому что мы не можем голосовать только за премьер-министра, голосуется за весь склад уряда. Ни за одного кандидата без плана действий, с таймингом, с реальными решениями вопросов нет проголосует парламент. Без плана действий голосов не будет. Ну и давайте еще одно мнение сейчас услышим. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, с нами на связи. Юрий Анатольевич, вечер добрый, спасибо, что присоединились. Простой вопрос, короткий вопрос. Вот по вашему мнению, Яценюк, он сохранит премьерство? Вы чего ожидаете от первой недели? Ну, на самом деле это будет бурная неделя, поскольку очень глубокий политический кризис, очень глубокие противоречия и понятно, что президент и премьер-министр работать вместе не смогут. Но дело даже не в этом. Дело в том, что сама коалиция исчерпала кредит доверия народа, кредит доверия людей, уровень доверия к парламенту там ниже 5 процентов, поэтому скорее всего нас ждут парламентские выборы внеочередные, поскольку восстановить доверие людей с таким падением, вот они доруководили за полтора года, до такого низкого уровня доверия к ним со стороны людей. Премьер-министр уходить не хочет, судя по его настроению, и считаю, что это абсолютно деструктивная позиция вообще всех руководителей сегодня, она ведет к отбрасыванию страны назад. Есть вопрос, который я вам сегодня просто обязан задать, но вот «Зеркало недели», наверняка многие наши зрители читали, наверняка вы читали, появилась там статья, сейчас гляну, в ней сказано, что вот вы якобы рассматриваете возможность возглавить администрацию в Луганске. Вы вот эту публикацию можете прокомментировать? Вы действительно к этому готовы? С самого начала наша фракция выступала за мирное урегулирование этого конфликта и возврат и территорий, и людей в Украину, потому что для людей и территорий это мир, а для всей остальной страны это развитие с таким нарывом, как сегодня на востоке страны, страна развиваться не может. Это была наша позиция и Минские соглашения, выполнение Минских соглашений в полном формате. Мы с самого начала отстаивали и давали соответствующие законопроекты в парламент. К сожалению, там нас не поддержали, но в консультациях с властями мы рассматривали разные варианты возможности проведения в первую очередь выборов на неконтролируемых территориях Донбасса по украинскому законодательству. И я хочу сразу сказать, что если для того, чтобы выполнены были Минские соглашения, эти территории и люди вернулись в страну, необходимо будет участие любого члена нашей фракции в формате, в котором нужно будет для страны, то это участие будет обеспечено. То есть если участие будет необходимо, оно будет обеспечено. Ну, достаточно четко, понятно. Хорошо, вы наверняка слышали заявление о том, что будет восстановлен контроль над оккупированной частью Донбасса уже до конца этого года. Ваш прогноз, Ваши ощущения это удастся? Мы оптимистичны в этом отношении, мы полностью поддерживаем эту позицию. Чем дольше будет идти замороженный конфликт, тем сложнее будет вернуть территорию людей. Поэтому мы хотим это сделать как можно быстрее. и первым шагом естественно это окончательное завершение стрельбы, обмен пленных всех на всех, в том числе и знаменитых пленников, летчицы Надежды Савченко и других, и проведение выборов на этой территории. Как только на этой территории будет легитимная власть, начнется процесс восстановления экономических и политических отношений с остальной территорией страны, а соответственно оздоровление ситуации. Мы вот за это и мы для этого сделаем все возможное чтобы это реализовать. Но мы с самого начала занимали позицию, что эти территории и люди должны быть возвращены в страну. И здесь дело не в личности моей или других чьих-то, поскольку это позиция всей фракции, всей нашей политической партии, всей силы, чтобы мы готовы сделать все для того, чтобы эти территории и люди вернулись. И комментарии украинских политиков все зависит от того, какой партии они принадлежат. Если это партия мира, которая хочет, как весь народ Украины мира, то они поддержат любую модель, которая позволит завершить конфликт, прекратить убийства и вернуть эти территории. А если это партия войны, то они будут естественно против, но мы принадлежим партии мира и мы считаем, что 90% населения страны принадлежит к этой же партии, поэтому мы отставим интересы как раз этих людей, которые хотят примирения. Спасибо, мы вас услышали, Юрий Бойко был с нами на связи. И давайте еще раз вернемся к тому, что происходит здесь и сейчас. Но, к сожалению, такая сегодня жизнь, что нельзя только говорить о том, что было в предыдущие семь дней. Постоянно новые подробности приходят того, что на наших глазах происходит. Есть подробности о теракте в Анкаре. Взрыв там пригремел в людном месте, поблизости было сразу 10 автобусных остановок рядом со сквером Гувенпарк. Это всего в 200 метрах от офиса главы турецкого правительства. В воздух там взлетел заминированный автомобиль и вот на данный момент сообщают о 27 погибших и 75 раненых. Пока ответственности за теракт, происходящие расценивают именно как теракт, на себя никто не взял. Накануне посольство Соединенных Штатов в Турции распространило предупреждение об угрозе этого теракта американским гражданам рекомендовали избегать район, где находятся правительственные здания. Ну, к сожалению, не все это предупреждение читали. Будем заканчивать на этом. Такими были подробности недели. До встречи в этой студии уже через неделю. Неделя, неделю, за которую очень многое в стране может произойти. Ну, об этом мы поговорим в следующее воскресенье. Счастливо!